приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня 26 уже у нас августа конец месяца город киев жара выше 30 поэтому извините не в пиджаке мы сегодня в этом видео будет с вами говорить о том что произошло с рынком жилой недвижимости целого северо-восточного региона поговорим о городе это город областного значения полтава который входит северо-восточный регион о нем более подробно поговорим в разрезе классификации первичном вторичном рынке ну и в конце я подведу итоги по целому региону куда напомню входит город полтава город чернигов суммы и харьков то есть подытожим и в конце видео естественно сделаю краткосрочные прогнозы о том что будет происходить с рынком жилой недвижимости в городе в городе полтава ну и конечно же в целом по региону северо-восточного региона друзья осмотрим подготовленный мною материал будем разбираться с процессами которые мы наблюдаем на рынке жилой недвижимости северо-восточного региона опираясь или через так сказать статистические данные которые нам любезно предоставляет компания алим конца перед вами карта карта северо-восточного региона еще раз напомню куда входят 4 крупных областных города город чернигов суммы харьков и полтава сегодня мы говорим о городе полтава но и в целом подводим итоги по региону давайте вам расскажу как пользуется данной информацией много здесь так сказать цифр всевозможных таблицы графики на самом деле все очень просто просто мне так кажется человек который любознательный он должен набраться терпения и все будет встанет на свои места город полтава показываю так указочкой видим легенду карты легенда карты это основные показатели которых характеризуют состояние рынка жилой недвижимости в городе на конец естественно июля июля 2023 года то есть мы подводим итоги первого полугодия давайте попробуем по цифрам с цифрами точнее пройтись по этим основным показателям количество предложений друзья не путайте это с продажами мы мониторим практически все крупные интернет порталы сайты и всевозможные электронные доски которые выставляют на продажу объекты недвижимости в данном случае мы говорим о жилой недвижимости первичный вторичный рынок мы видим что это 6719 объектов жилой недвижимости еще раз напомню это первичка и вторичка которые мы увидели на рынке жилой недвижимости в июле 2023 года что на 2,6 процента видим да цифры меньше чем в июне 2023 года переходим к другим показателям это очень интересные показатели стоимостные уже показатели социальное жилье вторичный рынок мы видим что за ну месяц снижение минус 0,34 процента в абсолютных цифрах это 586 долларов за квадратный метр также вторичный рынок эконом комфорт бизнес класс видим снижение минус 0,14 процента и 692 доллара за квадратный метр переходя к первичному рынку друзья мы видим ту же самую динамику снижение стоимости квадратного метра в данном случае квартира эконом класса на первичке видим снижение минус 0,69 процента напомню вам что это всего лишь за месяц в абсолютных цифрах это 403 4 доллара за квадратный метр ну период сравнение еще раз вот покажу вам здесь видите июнь июль 2023 года это вверху вот эта надпись а дальше первичный рынок квартиры комфорт бизнес класса показали нам друзья тоже отрицательную динамику снижение стоимости минус 0,12 процента за месяц что в абсолютных цифрах показала 846 долларов за квадратный метр друзья вот здесь прошу обратить ваше внимание насколько сильно меняется стоимость квадратного метра как это вот у нас вторичный рынок социальное жилье эконом комфорт бизнес класс видим 580 здесь 692 и также первичный рынок первичный рынок вообще в два раза вот видим здесь 434 доллара это эконом класс а здесь 846 это уже комфорт бизнес класс то есть настолько рынок недвижимость неоднороден в зависимости от класса в зависимости от географического расположения внутри так сказать города стоимость достаточно сильно изменяется и люди которые говорят в целом рынке недвижимости как о некой серой массы массе сделанной из кирпичей я не знаю палок и железа ну мне всегда вот это как она называется смешно слушать таких экспертов дальше друзья приходим то есть это у нас были обобщенные данные сводные данные в целом вы также можете посмотреть это уже свежие данные что происходило в городе чернигове в городе суммы в городе харькове все процентном соотношении снижения за месяц ну и в абсолютных цифрах это те кто интересуется напомню меня смотрят люди которые работают финансовых учреждениях украинские банки и не только смотрят оценщики чуть меньше риэлторы смотрят и конечно же покупатели продавцы которые в общем то тоже хотели бы понимать те процессы которые мы наблюдаем на рынке недвижимости внизу друзья мы видим вот такая у нас экселевская таблица здесь мы подведем итоги за месяц подытожим что произошло недвижимостью в северо-восточном регионе друзья но вот уже второй раз видео забыл вот здесь поменять рассказываю как пользоваться данной таблицы здесь на самом деле у нас не май июню а июнь к июлю прошу прощения очередной раз много работы торопился забыл поменять вот месяца хотя вот эта информация внизу она соответствует июлю месяцу и июню и так мы видим город харьков снижением на 0,16 процента за месяц полтава снижение на 0,34 процента чернигов снижение минус 0,20 процента ну и город суммы друзья у меня так сказать удивил в этом месяце видим рост незначительный плюс 0,82 процента практически один процент но друзья это я к чему это колебательные процессы и как правило никто не изучает не анализирует мы их в общем-то анализировать тоже не анализируем но мы их фиксируем поэтому мы фиксируем для того чтобы понимать что происходило в длительном периоде сравнивая допустим июль июлям 2000 там уже двадцать четвертого года когда придет время нам эти данные нужны поэтому вот видите город суммы нас очень так сказать удивил но у меня записано видео было позавчера можете посмотреть по городу суммы чем это связано ну то есть это колебательные процессы и так если в целом подводить итоги за месяц исследования мы видим что целом по региону 553 доллара за квадратный метр это среднее арифметическое число но как его считать вы уже знаете я вам рассказывал неоднократно по видим четырем городам и естественно в июле 2023 года это опять 553 доллара за квадратный метр что показало нам ни снижение не рост стоимости квадратного метра также мы вот здесь даем индекс индекс это макроэкономический показатель который характеризует изменение стоимости во времени в данном случае это июль месяц и июнь месяца 2023 года друзья переходим от общих данных к декомпозированным по именно городу полтава но я об этом анонсировал на город полтава карта видим три административных района период исследования у нас остался тот же самый июнь июль просто декомпозируем эти данные конкретно привязки конкретному району и так в целом снижение 0,34 процента у городу по этому классу и наибольше и наименьше всего вот тут не скажешь ровненько видим киевский подольский шевченковский район по дешевели на 0,34 процента переходим к следующему слайду это у нас также вторичный рынок но уже друзья эконом комфорт бизнес класс многим не задают вопрос где посмотреть классификатор друзьям но классификатор вы можете зайти на сайте олимп консалтинг сайт олимп нету юау правильно называется и зайдите там вот этот классификатор который я в 2000 каком-то году разработал будущее как оно называется общественным деятелем в ассоциации специалистов по недвижимости да то не только я там еще были люди но я так сказать принимал основное участие в именно в этих процессах классификации рынка недвижимости ну не подумайте что я так у вас то есть но на самом деле это соответствует действительности так давайте пройдемся уже конкретно с цифрами по вторичке по комфорт бизнес эконом классу видим что 692 доллара за квадратный метр снижение минус 0,14 процента за месяц ну и также вы можете посмотреть в разрезе административных районов сколько стоят квадратный метр этих классов также июля в конце июля 2023 года также насколько подешевела эта недвижимость за месяц все это вы можете посмотреть я также оставил для вашего так сказать удобства видим карту вот здесь даст вот этими обобщенными сводными данными если вы посмотрите вот здесь эконом комфорт бизнес класс то вы увидите вот эти сводные данные 692 доллара за квадратный метр видим да только здесь они вот средняя арифметическая по админ районам здесь вы можете посмотреть по каждому целом снижение минус 0,14 процента все это вот соответствует в целом и в разрезе административных районов переходим к следующему слайду это уже у нас первичный рынок квартира эконом класса 434 доллара за квадратный метр за год снижения минус 0,69 процента также можете посмотреть по админ районам сколько стоила недвижимость этого класса и насколько она подешевела в процентном соотношении всего лишь за месяц ну и последний слайд который нам так сказать показывает вот эти колебательные процессы длиною в один месяц или еще это называется флуктуации видим что комфорт бизнес класс первичка 846 целом по городу долларов за квадратный метр снижение минус 0,12 процента можете также посмотреть по административным районам стоимость в долларах и снижение в процентах за месяц друзья переходим как мне кажется к самому интересному слайду это уже исследования длиною в один год вот попробуйте еще найти найти подобные исследования длиною в год по всей украине по всем областным центром или городам областного значения которые я на своем youtube канале вам предлагаю посмотреть ну и проанализировать вместе со мной почему потому что я рассказываю с цифрами о процессах которые происходят на рынке недвижимости это очень важно еще раз попробуйте уверен вы не найдете ни одного youtube канала или просто информационного агентства который давал бы вам такой массив информации а почему я это делаю и компания алим консалтинг я расскажу вам в конце видео итак мы видим график рисунок это тенденции тренды можно и так называть долгосрочные процессы которые длятся в данном случае один год или 12 месяцев видим что в июле 2022 года 618 долларов за квадратный метр это напомню вам друзья социальное жилье и уже в июле 2023 года 586 долларов за квадратный метр что вот здесь если вы посмотрите в годовом измерении показала нам снижение минус 5,18 процента ну можно округлить в меньшую сторону минус 5 процентов мы также друзья вот здесь делаем или считаем правильно так называется индекс стоимости в данном случае это вторичный рынок это социальное жилье он у нас видимо отрицательный 0,948 давайте еще раз повторю что такое индекс индекс это макроэкономический показатель который характеризует изменение стоимости во времени ну в данном случае вторичный рынок социальное жилье считается он следующим образом делим пятьсот восемьдесят шесть на шестьсот восемнадцать и получаем снижение стоимости в виде индекса 0,948 ну или же процентом соотношения минус пять целых восемнадцать сотых процента друзья ну вот давайте теперь я традиционно по так сказать немного поругаю на риэлторах ну в хорошем смысле этого слова чего их ругать да они делают то что они делают как в том анекдоте не стреляйте пианиста он играет как умеет так вот о риэлторах в начале войны кстати у меня очень много друзей риэлторов по всей украине потому что я вам напоминаю в двухтысячном в начале двухтысячных я был в ассоциации специалистов риэлторов по недвижимости и специалистов по недвижимости тоже был и больше того возглавлял комитет по информационным технологиям и статистике ну вот оттуда и растут все эти так сказать ноги поэтому я хорошо знаю успех участников рынка недвижимости и имею право так сказать по дружески говорить или критиковать их да почему потому что ну зачастую без критики люди же не понимают что они делают так вот смотрите в начале войны города стума стумы есть у меня там знакомые но там трагедия была понятно и риэлторы рассказывали там что рынок недвижимости обрушился там кто на 60 процентов то меньше кто больше говорил без цифр вот тут просто на эмоциях говорили да а вот посмотрите сейчас кстати другая ситуация во многих городах риэлторы говорят что рынок недвижимости растет это соответствует действительности колебательные процессы показывают положительную динамику но это не значит что рынок растет сегодня растет завтра не будет расти но по факту за месяц да где-то подрос так вот в городе сумме сумма всего лишь на 5 процентов полтора года войны идет друзья снизилась стоимость квадратного метра это говорит о том что несмотря на то что риэлторы могут раскачивать ситуацию люди умные я имею ввиду продавцы и покупатели если ты не понимаешь зачем тебе продавать квартиру а продавать квартиру на сегодняшний день мужчин нельзя не выпускают за территорию украины кто-то воюет кого-то уже нет живых до женщины ну продать квартиру куда купить мешок соли или переехать я не знаю там в город чернигов ну я сопоставляю по деньгам город суммы город чернигов примерно они одинаковы по стоимости квадратного метра социальное жилье но шило на мыло поменять смысла же в этом нет поэтому рынок недвижимости достаточно вот так так сказать ну не 60 процентов огрушился незначительно снижается стоимости и это связано с тем что действительно не покупателей не продавцов как таковых нет друзья на рынке недвижимости ну я надеюсь я как бы убедительно пытаюсь вам с цифрами и аргументирую это фактами которые ну нельзя просто это нельзя не учитывать и не брать во внимание а теперь друзья смотрим вот здесь в конце да чуть не забыл мы же проговорили про индексы я вам обещал рассказать почему я каждый месяц записываю вам видео про колебательные процессы да ну больше же мне делать нечего поэтому я вот сижу и там что-то там пытаюсь вам рассказать да на самом деле все очень тривиально и просто мы на протяжении многих лет считаем индекс рынка недвижимости для крупных украинских банков и для иностранных банков которые работают на территории украины это очень интересная работа то есть это научные исследования мне за них не стыдно я действительно получаю просто от этого удовольствия до от этой работы причем она хорошо оплачивается так вот в рамках этого крупного проекта у меня есть возможность естественно на своем youtube канале делиться этой информации с вами друзья не больше не меньше поэтому о профессионализме очень важный вопрос его всегда так сказать задаю моим коллегам которые там меня пытаются критиковать я очень хорошо отношусь критики и сам люблю критиковать но я всегда критикую с аргументами так вот я всегда спрашиваю людей которые там мне там что-то рассказывают риэлторы а скажите уважаемый коллега что в вашем понимании профессионализм вы зарабатываете на анализе рынка недвижимости как человек который называет себя аналитиком или как консалтинговая компания как в данном случае можно брать меня отдельно как человека или как консалтинговую компанию лим консалтинга вы вам платит кто-то за ваши прогнозы за ваши исследования за ваши так сказать аналитические материалы ups нет значит вы просто говорящего вот мне на протяжении многих лет и компания лим консалтинг за это платит это мой хлеб это про мой профессионал профессионализм который я демонстрирую на протяжении многих-многих лет и не просто людям которые там не понимают что происходит с рынком недвижимости я демонстрирую это финансовым учреждениям до которые очень заинтересованы в понимании того как меняется стоимость на рынке недвижимости во времени это мы все делаем а вот риэлторы он просто или там не риэлторами не знаю просто аналитик какой-то да потому что сейчас риэлтором сложно жить рынок недвижимости практически остановился ничего не продается но пытаются анализировать так вот когда вам друзья будут платить за это деньги когда у вас появится исследование вы можете сбросить мне ссылку или кому-то другому не знаю там сказать а у меня другие цифры вот посмотри давай разберемся да вот тогда мне кажется это будет интересный разговор между профессионалами а пока риэлтор это человек который зарабатывает продавая недвижимость получая так сказать проценты от проданной недвижимости я постарался максимально корректно разобрать ситуацию почему не слушайте риэлторов не слушайте аналитиков и они тоже появились сейчас был экономист решил что можно и про это само как она и про рынок недвижимости поговорить но это что же сегмент экономика украина это нормально так вот если человек с вами разговаривать не опираясь на статистические данные или не ссылаясь на них можете смело выключать этот youtube канал этот человек или просто решил вас повеселить или точно расскажет вам абсолютную неправду о том что происходит с рынком недвижимости в украине итак друзья прерываю так сказать свой спич по поводу профессионализма и вот давайте мы с вами сейчас все таки посмотрим последний вот этот штрих сделаем вы видите таблицу экселевскую здесь мы будем уже говорить подводить итоги по целому региону вот здесь видите я правильно уже поставила мы будем сравнивать естественно июль 2023 года с 2022 года в целом по целому региону его смотрите друзья что происходит за город харьков за год подешевела недвижимость этого класса социальное жилье на 4,8 процента полтава подешевела на 5,18 процента чернигов подешевел на 4,97 процента суммы подешевели на 4,45 процента целом по региону недвижимость этого класса подешевела на 4,86 процента индекс отрицательный 0,957 но мне кажется уже но более подробнее и более цифрами понятней рассказать для людей которые интересуются что происходит с рынком недвижимости но наверное я уже точно не смогу более подробнее рассказать хотя я уже постарался друзья подвели итоги с цифрами и давайте так сказать сделаем прогнозы уже краткосрочные до конца года запомнили вот эту цифру округлим снижение или вот здесь возьмем до до пяти по региону снижение до пяти за год исследования закрываю слайды и о прогнозах друзья прогнозы дело горят неблагодарное но это говорят дилетанты которые очень сложно представляю что прогноз это но это понятно это будущем мы говорим да что прогнозировать можно исходя из научной методологии я прогнозирую напираясь на научную методологию это метод статистического анализа вы видите все в цифрах метод многофакторного анализа метод значит классификации ну и так далее но основной конечно метод это метод статистического анализа и так для того чтобы прогнозировать первое что посвящая вас так сказать в эту тему да первое что должен сделать будущий прогнозист аналитик это обязательно он должен понимать что происходило с рынком недвижимости не просто понимать то он когда-то продал одну квартиру она стоила столько а потом он продал через год еще какую-то квартиру она уже стоила по-другому да нет вы должны в целом рынок недвижимости по всем его сегментам и желая и не желая недвижимость понимать что происходило в ретроспективе это ну если мы говорим о ретроспективе это то что было с рынком недвижимости мы исследуем рынок недвижимости мы это я и компания Лим Консалтинг, с 1990 года, это как раз начало, как начал работать рынок недвижимости, сначала современной, так сказать, независимой Украины как государство. Все это у нас есть в цифрах. Дальше, это первое необходимое условие. Если у вас нет ретроспективы, вы вообще нифига не понимаете и не знаете, что происходило с рынком и не можете понимать, что сейчас происходит. Вот я уже подвел к тому, что второе необходимое условие, вы должны с цифрами понимать, что происходит сейчас с рынком, опять же, недвижимости. Не только жилой недвижимости, а в целом рынок недвижимости. Это больше 12 сегментов и коммерческая, и земля, и, ну, то есть, все перечислять не буду. Не случайно я каждый месяц вам показываю вот эти колебательные процессы и назвал свой YouTube-канал «Погода рынка недвижимости». То есть, я каждый месяц делаю, и компания Лим Консталтинг делаем замеры стоимости квадратного метра, или, как я назвал, «Погода рынка недвижимости». Это обязательное условие. Почему? Потому что мы сравниваем месяц к месяцу, год к году. Ну, я вам это показывал на вот этих больших длинных графиках. Ну, и последнее условие, которое должно присутствовать, или фактор, который должен присутствовать в прогнозах. То есть, это понимание аналитика будущего прогнозиста, что на рынок недвижимости влияют внешние и внутренние факторы. Он должен совершенно четко понимать, какие факторы влияют и как они влияют, и как они в процентном соотношении могут отразиться, так сказать, на стоимости квадратного метра на рынке недвижимости. То есть, или расти он будет, или будет, так сказать, снижаться. Вот здесь, друзья, я три года назад опубликовал, есть в открытом доступе у меня на YouTube-канале, можете, я там несколько видеофильмов записал, есть моя гипотеза, 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 в основу которой легла теория отраслевых рынков. Ну, вот постараюсь очень максимально так говорить понятно, что такое теория. Теория отраслевых рынков была сформулирована, доказана в 19-м столетии. Это в Гарварде экономисты, ученые, они, значит, тезисно расскажу, для того, чтобы понимать, что происходит с тем или иным сегментом экономики Украины, да, а рынок недвижимости, я уже подвожу к своей, так сказать, гипотезе, является сегментом украинской экономики. Так вот, англичане тезисно сформулировали это следующим образом. Хотите знать, что происходит в сегменте экономики, наблюдайте в целом всю экономику во времени. Это макроэкономические показатели. И в зависимости от того, насколько макроэкономические показатели, я напомню вам, что это основные показатели, которые характеризуют развитие экономики, то есть там они или показывают отрицательную динамику, все плохо, или положительную динамику. Если все хорошо в экономике, то с большей вероятностью вы можете говорить о том, что, ну это очень тезисно я вам говорю, говорить о том, что и рынок недвижимости, как сегмент украинской экономики тоже будет расти. Если все плохо, как вот на сегодняшний день с украинской экономикой, есть в открытом доступе все эти данные, друзья. Это региональный внутренний валовый продукт, в данном случае Полтавской области. И мы с моим хорошим товарищем, знакомым, товарищем, другом, знакомым, да, это было раньше, товарищем, другом, профессором Валерием Александровичем Воронином сделали, так сказать, ну экспертным путем нашли, там много макроэкономических показателей, которые характеризуют развитие в целом там по областям, да, Украины. Так вот мы нашли как минимум 10 показателей, которые очень тесно связаны и коррелируют с вот тем индексом рынка недвижимости, который считаем мы на протяжении многих-многих лет. Помните тот график там длиною один год? Это макроэкономические показатели, я вам говорил, индекс рынка недвижимости. Так вот все вот эти макроэкономические показатели, которые очень тесно связывают и коэффициент корреляции 0,7-0,8, они ну просто ниже плинтуса, да, по-другому я не могу это называть. То говорит о том, что рынок недвижимости, друзья, будет также показывать отрицательную динамику снижения стоимости квадратного метра. И при этом, при всем, ну это очевидные вещи, говорить о том, что почему-то рынок будет расти, ну это не глупо как минимум, да. Поэтому, друзья, вот это моя гипотеза с цифрами. Можете ее посмотреть, я думаю, что это очень увлекательно и интересно будет, да. Как на цифрах я показал, то рынок недвижимости 3 года назад, в 2023 году, на самом деле в 2022 году, я предполагал, что это будет первый квартал, с ним что-то произойдет, потому что, ну там все настолько плохо, что это было очевидно. И вот, ну я не знал, что война будет, конечно, но вот все произошло примерно, как я себе предполагал. Поэтому, друзья, вот три основных, ну вот для людей, которые хотят анализировать и прогнозировать, как я уже сказал, необходимые, необходимые, так сказать, вещи, которые, не вещи, а необходимые факторы, которые человек должен учитывать, понимать, осознавать, когда он анализирует и прогнозирует. Первое, он должен знать ретроспективу рынка недвижимости, что было с рынком недвижимости. Он должен знать, что сейчас происходит с рынком недвижимости. И он должен совершенно четко понимать и видеть эти статистические данные, которые влияют, это внутренние и внешние показатели, которые влияют на развитие рынка недвижимости. И вот тогда вот эта картинка мира или картинка, знаете, пазлы вот так складываются в конструкторе лего, да, и они складываются тогда, и ты начинаешь понимать, что происходит с рынком недвижимости. Постарался, но очень доступно, друзья, правда, старался очень сильно, старался не парить вам мозги, а говорить очень просто. Так вот, уже подводя итоги с цифрами, мы увидели, что снижение минус 5% по Полтавской области. Друзья, я вот почему-то не сомневаюсь и практически уверен, что до конца года мы будем видеть снижение, ну, порядка, наверное, 8-9% в городе Полтава. Ну, и Полтавской области, в данном случае мы говорим о жилой недвижимости. То есть те факторы, о которых я вам рассказывал, да, они, развитие экономики, они ниже плинтуса. И я, конечно же, понимаю, что тенденции, о которых я вам говорю, снижение стоимости, они будут сохраняться до конца года и весь 2023 год. Точно угадать будет это, может быть, 11%, а не 9, может быть, 8, а не там 10, да. Я это не могу, я не играю в рулетку, но я вам говорю в целом о тенденциях и, в принципе, предполагаю, что 9-10% это снижение будет за год стоимости квадратного метра. Друзья, ну, постарался очень, правда, подробно рассказать вам о том, что происходит с рынком недвижимости, рассказать вам вот эту кухню или тему посвятить, как прогнозировать. Очень интересная работа с точки зрения, так сказать, понимания процессов экономики в целом по Украине и, естественно, по рынку недвижимости. Пришло время прощаться, друзья. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо подписаться на мой канал. Вы также можете комментировать мои видео, там, ругать меня всяко-разно, да, только с аргументами. Помните, я только отвечаю людям, которые аргументируют свои, так сказать, ну, даже жесткие, пускай будет жесткую критику по поводу моих видео или конкретно по поводу меня. Без аргументов я не отвечаю. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видео. Сегодня уже, наверное, рассказал все, что мог.